Сегодня в теннисном клубе Метеоритм проходит турнир имени Сергея Колесниченко, который я собрал более 10 человек. Турнир проходит в два этапа. Каждому участникам желаю ярких побед, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Сегодня в клубе Метеоритм у нас турнир, посвященный памяти Сергея Вячеславовича Колесниченко. Этот человек был просто фанатом настольного тенниса. Таких на самом деле очень мало. Он каждую свободную свою минуту посвящал этому виду спорта. Все ребята пришли поддержать Сергея Вячеславовича. И на турнире борьба идет, организация отличная. Надеемся, что будет постоянно, ежегодно проводиться такой турнир. Очень интересный турнир, высокая конкуренция. Я очень рад, что я сегодня попал на этот турнир и, в общем-то, очень доволен своим участием. Всем участникам данного турнира желаю побед, как можно больше и хорошего настроения. Я очень рад, что в нашей стране очень развивается настольный теннис. Этот вид спорта подвластен любым возрастам. У нас участвуют ребята. Вот Максим 10 лет, Владимир 70 лет. Как видим, от мала до велика. Разница 60 лет. Все играют. Можно и раньше начать играть, и с 5 лет, и до скольки угодно, поскольку позволяет здоровье играть. В самом большом клубе настольного тенниса города Харькова, в клубе «Метеорит» проходит турнир имени Сергея Колесниченко. Друзья Сергея Колесниченко в память о нем попросили клуб «Метеорит» провести турнир. Мы с удовольствием пошли им навстречу. Сам турнир проходит в двух категориях. Категория любителей и категория мастера. Сейчас, то, что вы видите, это проходят любители. Вечером будут играть мастера спорта. Турнир собрал очень большое количество людей. Очень много людей откликнулись на то, чтобы прийти на этот турнир, почтить память Сергея, поиграть настольный теннис. Сегодня очень жаркие игры. Всем очень нравится. Участвует довольно большое количество людей. Больше 70. Я считаю, что это хорошо. Мы выражаем огромную благодарность людям, которые организовали этот турнир, организовали призы. Благодаря этому сегодня на турнире будут участвовать игроки довольно высокого уровня для города Харькова. Это очень редкое событие. Надеемся, что данный турнир будет происходить не только один раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА